Проверка на выносливость. Осенняя распутница 2015 собрала любителей езды по бездорожью. В соревнованиях приняли участие 18 команд из Нового Рюнгоя, Таркасале, поселка Пангады и Надыма. По правилам игры участники искали расставленные судьями контрольные точки. Состязания проходили в нескольких классах. Стандарт, спорт и экстрим. Для зрителей были установлены специальные площадки, где они могли наблюдать за захватывающими дух гонками. О силе характера и любви к приключениям наш следующий репортаж. Грязь урёв мотора. Подняться на холм после болота может уже не каждая машина. Помогают с помощью троса. Проверить своих железных друзей собрались около 20 команд со всего Ямала. Многие участники не первый год приезжают сюда в поисках острых ощущений. Участвую, наверное, года с 2007. Ну, я не путаю, что выплеск, адреналина, негативная информация. Трассу выбирали тщательно. Идеальным местом для экстремального развлечения стал заброшенный пустырь с болотом. Сама природа здесь позаботилась о сложном ландшафте. Но организаторам всё же пришлось создать дополнительные искусственные препятствия, а также площадки для зрителей. Трассу мы готовим всегда сложно, потому что, во-первых, и тяжело после работы, и как бы свои нюансы, и погода, плюс внесла коррективы, всё время лил дождь, то есть снег, было не очень комфортно. Но, как обычно, постарались, сделали район очень интересным, он очень компактный и в черте города, то есть, в принципе, было доступно. Сильный дождь с порывистым ветром придаёт ещё больше азарта. Атмосфера экстрима зашкаливает. Ольга Глотова переживает за своего парня Ивана Васькина. Практически на всех соревнованиях девушка старается быть рядом с любимым. Я езжу года три уже, наверное, с ним вместе. Ну, в Муравленко, вот в Новом Уренгое. Ну, по ИНАУ ездим, пытаемся, смотрим. Как вы думаете, вы приносите ему удачу? Ну, я считаю, что да, конечно. Ну, были какие-то победы? Ну, обычно первое, второе место. Но удача дама капризная. На участке с болотами Иван Васькин теряет драгоценное время. Машина не справляется с жижей из грязи. И, как результат, поломка. Потеряли много времени, пока ремонтировались. А так всё нормально. А что у вас сломалось? Плость. Меняли. Ну, лишние минут 20 потеряли. Машина сломалась, но так всё. Ничего, нормально. А впереди ещё несколько десятков точек. Всего их 50. Главное – собраться с духом. Порой, благодаря правильным действиям водителя и штурмана, победу можно вырвать. Здесь участники экстремального вида спорта проверяют не только машины, но прежде всего самих себя. Стойкость духа и многолетний опыт не подводят спортсменов из Нового Уренгоя. Главную победу одерживает экипаж в составе Алексея Ващенко и Нияза Шарипова. Молодые люди раскрывают секрет успеха. В связи с тем, что есть опыт, немножко, да, так скажем, накоплено за предыдущие соревнования, было чуть легче, наверное, чем новичкам, которые были в нашем классе. Но победа, она всегда тяжёлая. Остальные любители внедорожного спорта получили заряд бодрости и массу позитива. Этого им точно хватит до следующей распутицы. Амина Дышекова, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Дышекова, Николай Александрович.